Мы сыграли дисциплинированно, агрессивно, правильно, и плюс нас поддерживали болельщики, всегда не с первой минуты до последней. За счет этого мы выиграли. Понимали, что игра будет такая, по сути, до влога? Ну, мы понимали, что игра может быть вязкой, потому что все равно соперник мотивирован, соперник организован, у него есть у соперника интересные наработки тактические. И, то есть, нам нужно было все-таки навязать свою игру, да, и при этом, при этом, ну, не дать, не дать разбежаться сопернику. Ну, собственно, мы это сделали в первом тайме немножко, ну, вот, когда я шла нервная оборона, но это всегда сложно, да, но, тем не менее, контролировать. Второй тайм хороший, и мы забили гол со стандарта, и мы имели ряд моментов, но мы сыграли на ноль, сыграли надежно. Большой вопрос. Олег Петрович, а по заменам, с чем связана замена Андрея Менделя в перерыве? И второй вопрос, как вы оцениваете игровой отрезок Денниса Фальдума? Деннис сыграл, сыграл хорошо и сыграл на команду. Он обладает определенными качествами, и нам, вот, что необходимо нужно было делать, ну, в первом тайме, то есть нужно было больше доставок ему, потому что он способен обыграть один в один, он способен мяч доставлять в штрафную площадь, он способен бить. Естественно, что у него, как бы, он действовал уверенно, но, может быть, не совсем, как бы, стопроцентной уверенности может быть, потому что, ну, не совсем, не совсем часто выходил стартам в составе. Но, тем не менее, он очень уверенно и убедительно выглядит, он возмужал сейчас за все это время, находясь с нами, уверенно выглядит на тренировке. Естественно, он получил место в составе, и он действовал надежно в плане того, что он не терял мяч в простых ситуациях, он пытался обострять, это очень хорошо. Надо не бояться обострять, это футбол, и надо играть активно. По поводу Андрея Менделя, у него был небольшой дискомфорт, и в плане того, что мы понимали, что у нас напряженный график, и ротация с ней имеет место быть, поэтому мы здесь больше, мы, ну, поберегли Андрея, вот, ну, собственно, и замена Романа Акбашева, она, ну, в том, в том же, в том же, в том же ключе. Ну, понимаете, мы же все-таки играем против команды, которая тоже желает что-то сделать, и команда обученная, и команда материальная. То есть здесь не, я давно говорил, здесь, ну, не бывает вообще проходных игр. То есть это определенное напряжение, это желание сыграть вот именно, вы сказали о том, что нужно, хотелось бы, чтобы мы создавали моменты и доставку мяча. Да, нам тоже это хотелось, именно поэтому парни, вся средняя линия и группа атаки открывалась в свободное пространство для того, чтобы раскачать соперника и доставить мяч, доставить мяч именно в штрафную площадь для удара. Но мы же видели, что это сложно сделать, когда 10 человек находятся на своей половине поля. Но, тем не менее, если мы не создали какой-то момент, мы понимали, что мы можем создать момент с углового, и он был, когда пробивал брызгалов, когда Апаев добирался до мяча, тем не менее, парни пытались это сделать, открывались друг по другу. Мы немножко в перерыве подкорректировали определенные позиции, определенные открывания, для того, чтобы это было всем удобно, и чтобы у нас, когда уже идет разворот игры в определенную зону, для того, чтобы мы в штрафной смогли принять мяч. Смогли принять мяч. Ну вот так. Поле сегодня, вопросы были? Нет, нет, то есть мы вышли, хорошее поле, мы специально посмотрели даже дальнюю бровку, дальнюю часть, вот, она хорошо выринялась. Ну, вы сегодня видели, что мяч не дробил, и это хорошо, это нам позволяло действовать на мяче. Еще вопрос. По физическому состоянию команды, если ориентироваться на Хазарапаева, который выдерживает все 90 минут, на концовку, как выглядит команда, ну, если можно, в процентах физического состояния готовить? Ну, мы физически готовы, я не сторонник давать процентов, потому что на самом деле парни дают очень высокий объем. работы, и даже в тренировочном процессе, потому что мы до сегодняшней игры, у нас был полноценный тренировочный процесс, потому что это было необходимо, у нас дальше будут игры плотно, да, и дальше там уже будет весь определенный, тактический. Но, тем не менее, в таком графике, и парни все равно держат, держат функционально, готовы, ну, все прекрасно. В общем-то, это радует, это хорошо. Дмитрий Ильич, сегодня рекордная явка болельщиков в этом сезоне, и это нужно расценивать как кредит доверия от болельщиков в команде, вам лично и вашему тренировскому штабу. Спасибо. Впереди заключительный матч сезона «Домашний» с «КамАЗом». Что можете сказать болельщикам? Мы болельщикам на протяжении всего нашего времени говорили, что мы одно, единое целое. Мы искренне и от души всех болельщиков любим, мы ценим их поддержку, и мы абсолютно все результаты команды разделяем с болельщиками, победы с болельщиками. Хотелось бы, чтобы игра, которая состоится здесь, у нас пришло как можно больше болельщиков, потому что нам это нужно, нам это важно, потому что если мы говорим, что мы одно, единое целое, с учетом того, что мы понимаем, что у нас может кто-то пропускать, у кого-то какие-то болячки, то есть график напряженный, да, и есть напряжение, и парни стараются, и парни хотят, и есть уверенность, что куда нам двигаться, и как двигаться, самое главное. Поэтому, естественно, мы перед игрой, вся команда ждала встречи с болельщиками, и она была, как всегда, на высоте. Огромная благодарность, и приходите как можно больше и поддержите нас, это нас-то важно. У Калининграда, очевидно, что она решающая, решающая будет игра в сезон, есть ли понимание по логистике, как добираться туда, потому что в связи с международной ситуацией, это, наверное, тяжело будет, какие-то определенные сложности? Ну, насколько мне известно, я так далеко не загадываю, потому что у нас еще две игры до Калининграда, но, ну, да, у нас же две игры еще до Калининграда. Насколько мне известно, мы будем вылетать из Москвы, в Калининград, я, ну, как там, наверное, но летают же самолеты, поэтому я вообще в этом, в логистике не силен, честно говоря. Это не мое.